Ольга Андреева Карлайл. Остров на всю жизнь. Воспоминания детства. Алерон во время нацистской оккупации. Предисловие переводчика. Начало сентября 1939 года. Семья небогатых русских эмигрантов, мать и двое детей, приезжают на остров Алерон, расположенный недалеко от атлантического побережья Франции, чтобы провести несколько недель на море. Весть о начале Второй мировой войны застает их в самый день приезда. Оправившись после первого шока, все остальные члены семьи, сестры матери со своими детьми и глава семейства, бабушка, решают переехать из Парижа на Алерон и переждать там бурю, которая вот-вот накроет континент. Всеобщая мобилизация объявлена. Мужчины скоро уедут в армию. И четырем женщинам с пятью маленькими детьми в возрасте от двух до девяти лет будет легче вдали от столицы. В маленькой патриархальной деревне Сен-Дени, на севере острова, они проведут пять лет. Переживут поражение Франции и приход нацистских войск. Научатся выживать в условиях безденежья и дефицита продуктов. Будут читать наизусть русские стихи при свете масляной лампы. К ним присоединятся мужья двух из трех сестер. Рискуя свободой и жизнью, вся семья будет слушать по ночам радиопередачи из Лондона и Москвы и участвовать в движении сопротивления. Автор этой книги Ольга Андреева Карлайл, старшая дочь Ольги Андреевой Черновой и Вадима Андреева, сына знаменитого русского писателя Леонида Андреева. На момент приезда на остров ей было всего девять лет. Ольга училась в Сорбонне. В 1951 году вышла замуж за американского писателя Генри Карлайла и переехала в Нью-Йорк, где училась живописи, занималась переводами и писала о русской литературе, стремясь донести до западного читателя ее красоту и богатство. В ее книге «Голоса в снегу», вышедшей в 1963 году, описаны встречи и интервью с Михаилом Шолоховым, Евгением Евтушенко, Булатом Акуджавой, Борисом Пастернаком и многими другими поэтами и прозаиками. Отец автора, Вадим Андреев, во время одного из приездов в Москву смог тайно вывести рукопись романа Александра Солженицына «В круге первом», а ее брат Александр — роман «Архипелаг Гулаг», спрятав микрофильм в ящике с переводческой аппаратурой. Позже Ольга Андреева Карлайл вместе с мужем перевели «В круге первом» и организовали его публикацию на английском языке. «Waces in the snow», «Encounters with Russian Writers», Ольга Андреев Карлайл. «Random House», 1965, Нью-Йорк. Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика. К сожалению, во время работы над англоязычной версией романа между ними и Солженицыным возникли разногласия, описанные потом Солженицыным в книге «Угодило зернышко между двух жерновов», а самой Ольгой Андреевой Карлайл «В возвращении в тайный круг». Они сделали новый перевод на английский и французский языки романа «Идиот» Федора Достоевского. Перевели «Сестра моя жизнь» Бориса Пастернака, стихи Осипа Мандельштама и других русских поэтов. Последние годы Ольга Андреева Карлайл живёт в Сан-Франциско. Книга «Остров на всю жизнь» была написана на английском языке и вышла в свет в США в 1980 году. В 2005 она была переведена на французский язык и опубликована во Франции. В 2015 году вышло второе французское издание. При переводе на русский язык использовались и английский, и французский варианты текста. Так как при французском переиздании автор и редактор сделали некоторые уточнения. Имена местных жителей и русских солдат, участвовавших в движении сопротивления на Аллероне, по желанию автора, приводятся здесь в соответствии с английским вариантом текста. Саша и моей подруге Мари-Луизе. Золотистого мёда струя из бутылки текла. Так тягуча и долго, что, мол, ведь хозяйка успела. Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла, мы совсем не скучаем, и через плечо поглядела. Всюду баху со службы, как будто на свете одни, сторожа и собаки. Идёшь, никого не заметишь, как тяжёлые бочки, спокойные катятся дни. Далеко в шалаше голоса. Не поймёшь, не ответишь. Осип Мандельштам. Из сборника «Тристия». Ожерелье из пчёл. Кроме полосы мусора, полузарытых в песок смятых пластиковых бутылок, вдоль линии прилива, пляж Вербуа на дикой стороне острова Алерон с сороковых годов совсем не изменился. Бескрайняя ширь, за ней далеко Северная Америка. А здесь всё так же искрится нетронутый песок, настолько спрессованный приливами, что шаги не оставляют на нём следов. На влажной глади песка следы ручейков, текущих в море, и голубоватые отблески неба. Бледное зеркало неба над океаном. Гряда белой пены нарастает на горизонте. Воздух пропитан гулом прибоя, глухим и размеренным. Глядя на океан, я на краткий миг готова поверить в обманчивую неподвижность прилива. Волны подступают незаметно, обгоняя друг друга. Я спрашиваю себя, когда они поглотят нас? Ко мне возвращается давно забытое чувство, которым мы так наслаждались в детстве, когда и страшно, и оторваться невозможно. Пляж Вербуа. По летнему тёплым вечером в начале сентября 1939 года — моё первое воспоминание о Второй мировой войне, которое вспыхнуло как раз в тот день. Мне было 9 лет. Мы приехали на остров Алерон на весь сентябрь, чтобы провести там каникулы. В конце лета снять жильё на берегу моря было гораздо дешевле, чем в разгар сезона. А мы, как большинство русских эмигрантов, были бедны. Известие о войне не стало для меня неожиданностью. Конечно, это была катастрофа, немыслимая, но неизбежная. Я знала, что такое война. Мне рассказывали много историй о ней. По сравнению с нашим спокойным миром, они казались увлекательными. Рассказы о гражданской войне в России, наполнявшие моё детство, смешивались у меня в голове с эпизодами раздиравшего Испанию братоубийственного конфликта между франкистами и республиканцами. Там, на полях сражений обеих войн, всё было как в театре. Борьба добра и зла, средневековые осады, героические смерти, словно в сказках про короля Артура. Гражданская война в России была частью нашей обыденной жизни. Так свежи были мамины воспоминания о голоде, о том, как целыми месяцами не было никакой еды, кроме мёрзлой картошки. Нам рассказывали об уличных боях, полицейских обысках, дерзких побегах. Эти истории из жизни моей матери и её семьи, принадлежавших к партии социалистов-революционеров, были невероятными, фантастическими, но мы слышали их столько раз, что успели выучить наизусть. А кроме того, всё заканчивалось хорошо, поскольку и мама, и вся семья были здесь. За год до приезда на Алирон, в 1938, когда Франция и Англия подписали в Мюнхене мирное соглашение с Германией, меня глубоко поразила реакция моих родителей. Они были в отчаянии, мне было восемь лет, и я впервые столкнулась с парадоксом. Я понимала, что война — это ужасно, но в то же время знала, что войну надо было объявить, чтобы спасти свою честь и сохранить мир, в котором мы жили. В то время наша семья занимала маленькую квартирку в Плесси-Робинзон, дальнем пригороде Парижа. Радиоприёмника у нас не было, и мы с отцом каждый вечер в поисках новостей выходили на главную улицу города. Обычно отец покупал вечернюю газету «Парисуар», иногда газету русской миграции. Печаль, которую он при этом испытывал, передавалась и мне. Снаружи маленькой пищебумажной лавки, где продавались газеты и журналы, под красно-белым полосатым матерчатым навесом на тротуаре, были разложены стопки Парисуар. Внутри густо пахло типографской краской. Там всегда было полно народу. Люди громко разговаривали, поздравляя друг друга. Все газеты были заполнены фотографиями Гитлера и Чемберлена, улыбавшихся, пожимавших друг другу руки. Заголовки оршинными буквами гласили «Войны едва удалось избежать, новая эра мира, мюнхенское чудо». То лето запомнилось мне патриотическими демонстрациями, развивающимися флагами и тем, какими беспомощными и униженными ощущали себя родители. Еще никогда за время жизни во Франции мы не чувствовали себя такими чужими. Мы были иностранцами, и в детстве я довольно часто ощущала себя в изоляции. Наша семья жила в недавно застроенном квартале, практически в лесу. До Парижа было 15 километров. Общались только с русскими, говорили только по-русски. Дом стоял высоко на холме, возвышавшемся над Робинзонским лесом, знаменитым своими тенистыми кафе, куда по воскресеньям на пикники приезжали художники со своими Мидинет. Мидинет — барышни не очень строгого поведения, обычно подрабатывавшие шитью. Плесси, построенный в середине 30-х годов, во время правительства социалистов и Леона Блюма, стал первым городом-садом во Франции. Это был идеальный город, просторный, геометрически правильный. Квадратные дома на чистых и широких улицах, вдоль которых были высажены платаны и ясени. Чередовались с садиками, и, конечно же, рядом был прекрасный парк. В Плесси жителей было мало. Плата за съем скромного жилья была все же слишком высокой для французских рабочих, для которых на самом деле эти дома и предназначались. В конце 30-х здесь обосновалась колония русских эмигрантов, интеллектуалов и художников, дополнивших пеструю мозаику из беженцев разных национальностей, в большинстве своем антифашистов. Русские, немцы, итальянцы и испанцы жили бок о бок с немногочисленными семьями французских чиновников, пребывавшими в некотором недоумении, поскольку в этом чистом и здоровом городе будущего не хватало самого необходимого для жизни, по мнению любого француза. Рядом с домами, где они жили, не было ни одного кафе. Вокруг простирались густые леса и прекрасные парки XVIII века, окруженные стенами из рассыпающихся камней. В рощах попадались пруды с поэтическими названиями, например, пруд, слушающий идет ли дождь. Мы жили тихо и мирно, но по воскресеньям, когда родители открывали двери для всех, наша квартира наполнялась друзьями, которые в хорошую погоду переходили в соседний парк. Кроме русской и французской слышалась итальянская и немецкая речь. Мы были иностранцами, вели богемный образ жизни, и это, конечно, сильно беспокоило наших немногочисленных французских соседей. События лета 1939 года еще больше отдалили нас от живущих вокруг французов. Мои родители были потрясены, узнав, что Советский Союз подписал с немцами вероломный и повергший всех в немое изумление договор о ненападении. Уже в который раз Россия была опозорена. Круг наших друзей состоял в основном из социалистов самых разных убеждений. Некоторые принадлежали к меньшевикам, они оставались марксистами и переживали особенно сильно. Я помню тихие разговоры взрослых, приглушенные возгласы и рыдания. Все наши знакомые полагали, что Гитлера необходимо остановить силой и что скоро будет уже поздно. К сожалению, многие французы, не очень хорошо понимая, кто мы такие, считали, что мы, здешние русские, относимся к Гитлеру положительно. О всеобщей мобилизации мы узнали в день нашего прибытия на остров Алирон. Об этом нам объявила хозяйка маленького домика, который мы сняли в Вербуа, на диком берегу острова. Суровая крестьянка, одетая во все черное, не скрывала своего недоверия. Об аренде мы договаривались по переписке. Может быть, она была удивлена, что мы приехали на остров, несмотря на объявление войны. Война началась, и с этим ничего нельзя было поделать. Мама отреагировала очень остро. В саду, окружавшем домик, она стояла оцепенев и не могла поверить в случившееся. Хозяйка смотрела все так же неприязненно. Отца с нами не было. Мы были на Алироне совершенно одни. По дороге на пляж мама едва сдерживала слезы. Мы шли через благоухающий сосновый бор под золотым полуденным солнцем. Я вдруг осознала, насколько нелепы и неуместны ведерки и совки для песка, которые несли мы с братом. Мой брат Саша, которому тогда было всего два года, не понимал, что происходит, хотя тревогу, исходившую от мамы, почувствовал сразу. Я помню, как в первый раз увидела океан. Я никогда прежде не видела ничего столь огромного, как то, что открылось нам, когда мы выбрались из тенистой рощи и поднялись на дюну. Раскинувшийся перед нами необъятный простор был залит слепящим серебряным светом. С моря дул сильный ветер, пахло водорослями и йодом. Мы втроем шли по слежавшемуся песку. Три крошечные точки посреди сияющего бескрайнего мира. Вдали нарастала гряда белой пены. Я немного расстроилась, не обнаружив тех развлечений, которые у меня ассоциировались с волшебным словом «пляж». Я была сильно разочарована, но еще больше беспокоилась за маму. Ее лицо, обычно такое нежное и выразительное, исказило боль. Брат, до того никогда не видевший море, расплакался. Я поняла, что о летних развлечениях, о которых я так мечтала, придется забыть. Когда я была совсем маленькая, на море мы ездили редко. Но одно лето, проведенное на пляже, заставило меня влюбиться в море на всю жизнь. В Сабль-Далон, на Вандейском берегу, был детский курорт. Довольно старомодный. Мы ездили туда в 1935 году, и я запомнила пляж как нечто совершенно волшебное. Перед поездкой в Эр-Буа меня предупреждали, что там будет совсем не так весело, как в Сабль-Далон. Но я не верила. В сентябре 1939-го мои родители были полностью поглощены назревающей политической катастрофой. А я отчаянно скучала по пляжу в Сабль-Далон. Ведь там, вдоль берега моря, шла оживленная авеню Далапляж. Широкие тротуары были вымощены узорчатыми бетонными квадратами, напоминавшими дольки молочного шоколада. Детей манили, стоявшие вдоль авеню, карусели. Можно было покататься на живом ослике. В лавках продавались сачки для ловли креветок. Тысячи разнообразных игрушек и мечи размером больше человеческого роста. Маленький магазинчик торговал поделками из чудесных бледно-розовых раковин. Их склеивали и раскрашивали. Получались чернильницы, рамки или шкатулки. Поверх каждого сувенира красивым наклонным почерком было написано «Сувенир де Сабль-де-Лон». В Сабль-де-Лон даже был кинотеатр, где показывали фильмы про толстого и тонкого, как мы их называли. Это были Лорел и Харли.